Девушки отдыхают Я начала обратиться в суд с иском о взыскании алиментов с моей дочери. Вот на старости лет осталась совсем одна. Ксения меня совсем забыла, 7 лет не навещает, даже не знаю, где она живет, что с ней. Сама я очень сильно разболелась. И в один прекрасный момент на меня свалилось тысячи болезней, самых тяжелых. Это и сахарный диабет, и гипертония. Да что ты прибедняешься-то, а? Она живет как королева в квартире 100 квадратных... Доченька, какая королева? Где вы живете? Живу в трехкомнатной квартире. Живете в трехкомнатной квартире, одна проживаете? Какой у вас доход? Доход у меня пенсия 21 300 рублей. 21 300 рублей? Но мне не хватает катастрофически. Вы работаете? Нет, не работаю. Имеется ли у вас какие-то сбережения? Нет. А кем вы работали до пенсии? Кем? Педагога. Какие отношения у вас с дочерью вообще на протяжении жизни? Какие были отношения? Сколько лет вашей дочери? Ну, нормально. Думаю, моей дочери 30 лет, но были нормальные отношения. В общем, я ее воспитывала нормально. Поила, кормила, заботилась. Окончила она школу. Я ей дала возможность права выбора. Ага, выставила меня из дома. Я не выставляла. Так, ответчик, чуть позже я вас высушила. Я просто дала тебе возможность войти в эту жизнь нашу сложную. Кем работает ваша дочь? Кем работает ваша дочь? Ну, она в фирме работает. Она очень хорошо зарабатывает. В фирме работает кем? Менеджером. Должность какая? Она менеджером работает. Менеджер? Да. Какой у нее доход? Вам известно? Ну, у нее доход очень хороший. Где-то в пределах 60 тысяч, около 60 тысяч. Вы требуете алименты в какой сумме? Ну, сумма половину. Половину чего? Половину ее дохода. 30 тысяч вы хотите? Ну да, мне бы хватило. То есть вы считаете, что вам необходимы денежные средства в размере 30 тысяч плюс ваша пенсия? 21 тысяча 300 рублей. Ну, а как вы считаете, молодой женщине достаточно будет 30 тысяч для проживания? С ребенком, ваше честь. А, у вас ребенок? Я думаю, она молодая, здоровая, она может и подработать. Документы передайте, пожалуйста. Через судебного пристава. Стойте, на месте через судебного пристава. Пожалуйста, ответчик, ваше отношение к иску. Я не согласна с иском. Почему вы не согласны? Дети обязаны помогать своим престарелым родителям, нуждающимся в помощи, если им не хватает собственных денежных средств. Во-первых, у нее есть квартира трехкомнатная, 100 квадратных метров. Я предлагала... 100 квадратных метров? 100 квадратных метров. Я предлагала продать эту квартиру, и замечательно, видно, на все хватило. Я плачу ипотеку на квартиру. Мы живем с сыном в квартире-студии, 20 квадратных метров. И, между прочим, бабушка никак не помогает и не интересуется судьбой сына и дочери. И мне приходится платить половину от своей зарплаты за ипотеку. Какой ежемесячный платеж у вас по ипотеке? 26 тысяч рублей. А квартира, в которой живете, в студии, это квартира в собственности? Ну да, я ее приобрела в счет ипотеки. А, вы же в ней же и живете? Я в ней же и живу, да. А, понятно. Так. И вы мать-одиночка? Да, я мать-одиночка. Сколько лет ребенку? Ему сейчас 13 лет, и ему нужно... Много денег на то, чтобы учиться, на то, чтобы обладать... Алименты получаете? Нет. Почему? Потому что... Бабушка увела... Да никто не уводил. О чем ты говоришь, Ксюша? Как это не уводил? Да о чем ты говоришь? Муж вошел? Да, моего мужа она увела. Куда делся муж? Истец, муж куда делся? А кто его знает, куда он делся? Зачем уводили, если по пути потеряли? И не знаете, где вы? Почему вы на алименты не подаете? Ну, увела-увела алименты. Потому что я не хочу ничего брать ни от этого человека, который назывался моим мужем, ни от своей матери. Я привыкла к самостоятельности. Я привыкла к самостоятельности. Понимаете, ответчик, это не ваши деньги. Алименты выплачиваются на содержание ребенка. И это деньги вашего ребенка. Поэтому вы подумайте над тем, что все-таки гордость гордостью, но каждый отец обязан, каждый родитель обязан содержать ребенка. Вот и я о чем говорю. Скажите, пожалуйста, как же так получилось, что ваша мама увела вашего мужа? Когда уже во взрослом возрасте я пыталась наладить с ней отношения, ну, во-первых, она меня выгнала из дома, когда я закончила школу. Да не выгоняла я тебя из дома. Я все тебе дала. Я тебе дала возможность быть самостоятельной в этой жизни. Ты знала, что мне не дадут общежития. Мне тоже никто не давал эту самостоятельность. Мы спорим. Извините. Она прекрасно знала, что мне не дадут общежития, как городской. И она просто сказала, живи как хочешь. Я умыкалась по чужим углам. А вы жили в этой квартире? Вы были там зарегистрированы? Да, я была зарегистрирована. А сейчас вы там зарегистрированы? Она все оформила на себя в итоге сейчас. Но я же не просто так на себя. Ксюшенька, милая моя доченька, все равно, несмотря на то, что она так себя ведет, по-хамски с матерью, меня оскорбляет и довела меня до такого состояния. Все равно тебе эта квартира потом достанется. Я тебя дала. Так, естественно. Конечно. Забыла, 7 лет вообще не появлялась. Так вы что, 7 лет? Меня бы еще 25 лет не появлялась. Так, отвечик, отвечайте на вопрос. Нет, не вижу. Отвечайте на вопрос. Вы были зарегистрированы в этой квартире? Да, была. Потом она меня выписала, когда мне исполнилось 18 лет. То есть, соответственно... В судебном порядке выписала? Да. Ну так что с мужем-то? Хотела наладить отношения для сына, чтобы была бабушка. Думала, что, может быть, как-то хотя бы вот обо мне не заботилась, может быть, как-то о внуке позаботиться. Познакомила со своим мужем. Ну и, соответственно, они как-то там... Да произошло просто недоразумение. И 3 года это недоразумение длилось, да? Уже сколько лет прошло, уже пора бы забыть это. Какое недоразумение это произошло? Истец, какое недоразумение произошло? Ну вот такое. Она недоразумение называет то, что увела. Ну что ты делаешь? Я же тоже женщина. Любви всевозраста покорной. Извините. А то, что внука без нас оставила. Вы что, жили вместе потом после этого? Да, они жили вместе. Так, заявлен свидетель с вашей стороны. Да. Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчика. Свидетеля ответчика, войдите. Проходите, пожалуйста. Представьтесь. Клюева Галина Максимовна. Что вы можете пояснить по существу иска? Ну, по существу этого вопроса, вот этой ситуации, которая... Во-первых, кем вы приходите сестцу и ответчику? Я соседка. Соседка чья? Ну, я еще не закончила. Соседка Нелли Константиновны. Мы с ней даже одно время приятельствовали. Вот, Ксюшеньку я узнала гораздо позже, когда она уже стала взрослой девушкой. А как давно вы живете по соседству с исцом? По соседству мы живем где-то лет 10. Вот. И, вы знаете, я была поражена, когда узнала, что когда Ксюша закончила школу, после выпускного вечера мать сразу же ее выставила за пару. Типа устраивай свою жизнь как хочешь. Сама не хотела жить. Вы знаете, у меня в голове это не укладывалось. Но Ксюша, несмотря на это, она выросла, ну, изумительным, замечательным человеком. Вы знаете, с Нелли, конечно, трудновато дружить, потому что она, ну, представляет себя, типа, барыней. Ксюша ее называет, мама у нас королева, и все должны, и все обязаны. Вот это да. Но, несмотря на это, Ксюша все равно пыталась... Ничего себе, я доверяла тебе. Дай, пожалуйста, я скажу, Нелли. Ксения пыталась даже как-то оправдать маму, наладить с ней отношения. И когда я ей жаловалась на очередной закидон, Нелли, она говорила, ну, она такая, ну, что поделать, да, королева. Ну, все равно ее оставлять нельзя, и я, говорит, счастлива, что на моем жизненном пути встретились люди, которые подставляли ей плечо, которые давали ей совет. И девочка стала, в общем-то, нормальным, хорошим человеком, правильным. Но самое страшное, вы знаете, случилось, когда вот, да, вот пытались с ней дружить, она узела мужа у своей родной дочери. Да не уводила я его, не уводила. Кровинушка, вы понимаете, и второй раз выгнала ее из дома. Ей было все равно, наплевать, где дочка. И дочка не одна, а с внука. Ты разве мать Неля? И вы знаете, я когда вот это случилось... Да, мать, я мать, я думаю. То есть они приехали жить к бабушке, получается, к истцу. Да, они наладили отношения, старалась Ксюшка, это ее заслуга, понимаете. То есть они проживали вместе, да? Они приехали, вечер, комнатная квартира. И ребенок. Родился ребенок, да. И потом она, так сказать, увела зятя у дочек. И опять выгнала ответчика вместе с ребенком-то тоже, да? Ну, естественно, зятя она себе оставила, молодого хахеля, а дочка ушла, с внуком тоже. Ну, я бы не сказала, что это естественно. Я пыталась ее вразумить Нелю Константиновну. Как она себя по-хамски вела? Это же ужас. Да, у него было право выбора. Она или я? Ты мать или кто ты? Просто мне стыдно сейчас присуде называть. Ну, я мать, я думаю, о своей дочери, о ее будущем. Она одна у меня. Ты, о моем будущем так выделила. Поэтому я квартиру не размениваю, никуда я ее не продаю. Где теперь молодой твой мужик, а? Все равно ей все достанется. Ты уже нет... Где молодой? Ведь ты же тоже ему жизнь не скорбила. Спасибо, не стыдно. Здесь удаляется для вынесения решения. А где он сейчас? Хорошо всех стать. Я ж тебе доверяла. Я столько тебе открывала душу, тайны свои. Прошу садиться. Я, Галина, не думала, что ты там послал. Тишина в зале судебного заседания. Тишина. Суд оглашает решение. Маминушка твоя. Суд оглашает решение. Все молча слушают. Суд принял решение иск о взыскании алиментов совершеннолетней дочери на содержание нетрудоспособной матери оставить без удовлетворения. Суд освобождает совершеннолетнюю трудоспособность от обязанности содержать свою нетрудоспособную, нуждающуюся в помощи мать, так как истица надлежащей не выполняла обязанности матери. Суд выносит решение на основании статьи 87-й, часть 5-я Семейного кодекса Российской Федерации. Кроме того, изучив материалы дела и представленные документы, суд усматривает следующее. Истица не уделяла девочке необходимого внимания и заботы. Также суд учитывает тот факт, что когда дочь была несовершеннолетней, практически сразу после окончания школы, мать выселила ее из квартиры и судьбой дочери больше не интересовалась. Также суд учитывает и недостойное поведение матери по отношению к дочери, которое фактически разбило семью дочери, так как мать вступила в близкие отношения с мужем своей дочери. Исходя из этих оснований, суд выносит именно такое решение, и в иске отказано. Дело закрыто. Очень тяжело и грустно от родного и близкого человека, единственной дочери, слышать такие слова ненависти. Очень тяжело. Я вообще не понимаю, каких алиментов хотела от меня добиться мать, с учетом того, что я одна воспитываю сына, поднимаю. Она даже не интересовалась никогда моей судьбой. И после всего вообще, что она сделала, чего она хотела, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok